Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем наше занятие, посвященное внутренней силе, внутренней энергии человека. И сегодня темой этого занятия будет скорость. Какие же принципы заложены в основу управления скоростью? На первый взгляд кажется, что скоростью управляют мышцы, кости. Но это только на первый взгляд. Потому что количество мышц не определяет, либо сказать точнее, до конца не определяет человеческие возможности. И если мы сегодня говорим о внутренних резервах человека, внутренней силе, его энергетике, то мы уже должны немножко опираться на понимание каких-то внутренних процессов. Я буду называть это либо внутренних процессов, либо слово энергия. Ну, хорошо распространенный термин. Так вот, фильм «Матрица», который большинству людей в мире известен, прекрасно иллюстрирует тот факт, что человек, в общем-то, сел, одел маску, хоп, я знаю кунг-фу. Опа! Я умею управлять вертолетом. Кажется, кино, вымысел. Можно принять и так. Конечно, вымысел. Но в то же время в этом есть смысл. Просто так не может человек что-то придумать, вообразить без какой-то основы. И в этом есть основа. Более того, я это чувствую в себе. И как я уже говорил на прошлых занятиях, сегодня я каждое занятие я делюсь тем, что в своей жизни я изучил и прошел сам. Для примера посмотрим на свою руку. Физическую руку. Кости, кожа, мышцы. Давайте попробуем понять, что я буду говорить сейчас пока о мышцах. Я напрягаю мышцы и расслабляю. Напрягаю и расслабляю. Желательно эти ощущения найти в как можно большем количестве мышц. Если в каком-то упражнении будет задействовано, скажем, все наше тело. Вот я расположен в какой-то форме, в какой-то позиции. Я сделаю сознательно много напряжения. Ноги, руки, плечи, спина. А теперь я попытаюсь, желательно на выдохе, отпустить. И отпустить столько мышц держит мою руку здесь. Ровно столько, чтобы рука в общем-то совсем не упала. Минимум. Иногда я говорю на занятиях хореографии, как будто рука лежит на воде. Ей не нужно больше. Все остальное больше – это же перенапряжение, которое наоборот съедает силу. Этой руке, чтобы совершить бросок, ей не нужно быть всегда такой. Достаточно просто чувствовать тонко. Минимум включения мышц. Я говорю сейчас о мышцах. Напряжение, расслабление. И управление вот этими процессами. Расслаблен корпус в выстрелю. Расслаблен в напряжении. Расслаблен в напряжении. Расслаблен в напряжении. И снова можно сбросить напряжение. Скорость от того, что я отпускаю свои мышцы, пускаю свое состояние. Не довожу до полного вот-вот-вот-вот-вот-вот. К чему приводит полное перенапряжение? Да ко всему чему угодно. Болезни сердца, стресса, проблемы со здоровьем, физические боли коленей, локти, суставов. В конце концов, мы просто эмоционально истощены. Я уже не буду говорить про утомляемость. Есть прекрасное слово, которое называют баланс, гармония. Не случайно мы вдох-выдох. Мы наполнились, мы опустошились. Вот так и здесь. Мы себя словно взвели, выбросили. Не нужно больше. Есть просто минимум включения и выключения. И опять можно к себе какому-то вот-вот-вот-вот. Так вот скорость, это основа скорости. Это управление напряжением и расслаблением. Да, конечно, это нужно понять здесь. Это нужно почувствовать в своем теле, в руках, ногах, в корпусе. Для того, чтобы в общем-то потом в нужной нам ситуации этим управлять. Я делал подход ногами. Точно так же, как вылетала рука, которая находится в какой-то форме, позиции. Она может быть внизу. Не обязательно. Она и оттуда вылетит. Точно так же и здесь. Я уже себя ногами подготовил, подготовил к выстрелу. И не делал много. И только потом раз, и ногой я оттолкнусь. И все. Все, что нужно, это словно в одно мгновение мне оказаться в той точке. Вот где я уже включаю внутреннее состояние. Я состоянием расслаблен, но в тонусе. И состоянием у меня в одно мгновение нужно всего себя оказаться в точке дальней. Да, чаще учат в войске искусства удар наносить, в общем-то, когда мы стоим. Но противник не станет нам в зону расправления нашей руки. Никогда не станет. Он будет дальше. Потому что человек не хочет оказаться под ударом. Это не манекен. Это не макивара. И как можно быстрее заградить дистанцию, это уже привилегия того, кто атакует. И как только мы сумеем резко войти в зону, необходимую нам для нанесения удара, этого удара будет вполне достаточно. Давайте попробуем еще раз. Ноги. Корпус. Внимание. Моя мысль. Я успокаиваю себя. Ни в коем случае не надо волноваться. Мне нужно оказаться, условно скажем, вот здесь, вот в этой точке. Всему мне. Непоследовательно. Ноги, а потом рука. А потом добегут ноги. Одновременно всю себя. Всю силу вот отсюда. Всю силу отсюда. Я немножко себя успокоил. И одновременно. Раз. Я уже здесь. И я вам в принципе скажу. Уже достаточно. Может быть и второй. И не понадобится даже действие. Достаточно будет, да? Но если второй, то это тоже хорошо. Ужу.